Здравствуйте! В эфире аналитическая программа «Неделя города». О главных новостях уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Галина Кудряшова. Полтора миллиона на дом, который скоро снесут. Довольны ли жители капитальным ремонтом? В очереди в травмпунктах число обратившихся за помощью уже увеличилось в два раза. Рязань на 43-м месте в рейтинге трезвости. Это заслуженный результат или фальсификация? Письма без получателя. Почему невскрытые конверты нашли на помойке и по другому адресу? Впервые без дефицита на этой неделе состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета Рязанской области на 2019 год, а также планах на 2020 и 2021 года. Участие в нем приняли депутаты регионального парламента, представители общественных организаций и контрольно-счетной палаты. Расходы и доходы города в следующем году составят чуть больше 9 миллиардов рублей. Приоритетным направлением станет социальная сфера, на которой будет потрачено 80% от бюджета. Планируется, что ежегодный рост бюджета будет не менее 120 миллионов рублей. Основная статья расходов – это образование. На него будет потрачено более 6 миллиардов рублей. Основные же статьи доходов городского бюджета – это налоги, собранные с физических лиц. Также значительную сумму принесут земельный налог и налог на имущество физических лиц. В 2019 году более 111 миллионов рублей направят на развитие муниципального общественного транспорта. На уличное освещение потратят 91 миллион рублей. На ремонт дорог в Рязани из областного бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей. 15 миллионов выделят на ремонт ливневых канализаций. Также было предложено разработать многолетний план по строительству ливневой канализации во всем городе. А вот к вопросу распределения бюджета прошлого года у рязанцев остались вопросы. На капитальный ремонт дома номер 5 на проезде Грибоедова потратили свыше полутора миллионов рублей. Это при том, что через 4 года дом снесут. В ситуации и качестве проведенных работ разбирался Валерий Седов. Основные перекрытия пошли, вот лето было, вот началось все это обрушаться. Жев говорит, что материалов нету. Николай рассказывает о потолке на первом этаже. С него постоянно осыпается штукатурка и делать с этим никто ничего не хочет. Жители дома рассказали, что у ЖЭО один ответ на все, нет материалов ни на трубы, ни на полы, ни на окна. И это несмотря на то, что совсем недавно в доме номер 5 по улице Грибоедова был сделан капитальный ремонт крыши. Николай рассказал, что в сушилке отопления нет вообще, труба несколько раз взрывалась из-за высокого давления, и сотрудники ЖЭО ее просто заварили. А вот полы жители первого этажа попросили оставить такими. Они закупили стройматериалы и решили заменить прогнившие доски. Поэтому пока передвигаться приходится так. Стены на этаже поразил Грибок. Он распространился практически на весь коридор. Вот в таких вот мы условиях живем. Ну ладно, мы истерпелись. Вот я вам предоставляю, что в этом отсеке живет ребенок-инвалид. Полы, вы видите, какие шикарные у нас. ЖЭО у нас видел, что уже стройматериалы лежат. Вот, сделать что-то у них нет силы. Сейчас мы ждем пополнения денег, чтобы за свой счет сделать вот эти полы. От наспех сделанных оконных рам и заваренных труб отопления можно переместиться на второй этаж. Здесь ситуация чуть-чуть получше. Окно на лестничной клетке красивое, пластиковое. А вот в самих коридорах все то же самое, что и у соседей снизу. Часть потолка обрушилась и дыру заделали фанерой. В сушилке практически похожая ситуация. Ну как, вот, отмаливалось, убираем. Берем венчик и убираем это все. Что оттуда усыпется, рушится. Так и там, когда там рухнуло, там вообще пылище было. Канализационные трубы во время капитального ремонта заменили. А вот отопление все тоже. На кухне трубы прорывались несколько раз. Александр сам ставил хомуты. Сотрудники ЖО просто разводили руками. Ответ все тот же. Нет материалов. На одной только кухне Александр поставил 4 хомута. Жильцы стараются ухаживать за домом сами. Оно и понятно. Им здесь жить. Где-то подкрасят, здесь подлатают, а там зальют цементом. Вот только им самим уже кажется, что они выполняют не свою работу. Согласно информации в СМИ, на капитальный ремонт дома было потрачено 1 миллион 643 тысячи рублей. Вот только есть один забавный факт. Через 4 года, по словам жильцов, их расселят. Поэтому они и сами не знают, как относиться к такой большой трате денег на умирающее здание. Как вам сказать? Что это хорошо или плохо, сами не знаем. Ну, вода есть, свет есть. Живем. Капитальный ремонт всегда хорошо, когда что-то ремонтируется. Но если и хотят носить, зачем это делать? Получается, что это палка о двух концах. С одной стороны, жителям дома отремонтировали крышу, которая перестала течь. Поменяли канализационные трубы, и теперь вода идет без перебоев. Но топительная система осталась без изменений, как и другие травмы самого здания. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. За знаниями по бетонным плитам и разбитой тропинке. Путь к 29-му детскому саду и 22-й школе жителям Михайловского шоссе приходится преодолевать через полосу препятствий и промышленные предприятия. Обращения к властям результаты не дали. В плачевном состоянии дороги убедилась Дина Исляева. Эти кадры сняли жители Михайловского шоссе и выложили в сеть вместе с обращением к депутатам привести дорогу в порядок. Алина рассказывает, у нее двое детей, младшему сыну 6 лет. Самый короткий путь от новостроек к школе и детскому саду через промышленную зону приходится ходить по этой узкой тропинке. Ходим в детский садик, в школу, детский сад 29, школу 22. По этой дороге ходить совершенно невозможно. Она не освещена. Дети некоторые учатся во вторую смену. По дороге домой, получается, они идут в кромешной тьме и небезопасно вообще. Грязь, разбитые плиты, мусор. Это видят дети каждый день по пути в школу и детский сад. Светлана с трудом справляется с коляской, чтобы проехать по снегу. Конечно, в начале года там обрезали ветки, деревья. Мы как-то один раз проходили, но все равно страшновато. Асфальта на этой дороге нет. Родителям приходится ходить по бетонным блокам, из которых торчит металлическая арматура. Ночью эта дорога становится еще опаснее, потому что здесь нет освещения. По словам жителей, дорога всегда была в таком состоянии, и пока ни власти, ни руководители предприятий с инициативой привести ее в порядок не уступали. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Письма о задолженностях, уведомлении и важные документы. Их доставкой занимается Почта России. Однако письма не всегда доходят до адресата. Мария Елисеева нашла невскрытые конверты на помойке, а ее собственные и вовсе утеряны. Почему пожилая женщина выполняет работу почтальона и что делать, если документы задерживают, по вине почты узнала Мария Рудая. Это настоящий крик о помощи Марии Елисеевы. Ждала письма со свидетельством о рождении 3 месяца. Документ нужен был для того, чтобы начислили прибавку к пенсии. Пока ждала, так и не успела оформить хоть и небольшую, но доплату. Еще одно письмо она ждет до сих пор. У нее на руках только извещение. Само письмо так и не дошло до адресата. Я пошла на почту к начальнице. Она говорит, это письмо было в июле месяце. Но мы его уже отправили. Я говорю, а куда вы отправили? Кому вы его отправили? И почему было в июле? А мне в сентябре только вот это извещение пришло. И вот это когда я пошла уже с этим извещением, она говорит, мы не знаем теперь, куда это письмо ушло. К почте России пенсионерке претензий накопилось немало. Она признается, часто находит письма на пороге дома и сама несет их адресатом. Мария пережила войну в Сталинграде. Признается, видела голод и холод. И хорошо помнит фронтовые конверты, сложенные треугольником. Поэтому к письмам у нее отношение особое. Она не могла пройти мимо брошенного конверта, валявшегося в мусорном баке. Напечатанный адрес гласит улица Грибоедова. По факту нашла письмо пенсионерка на улице Свободы. Я подумала, что не сами люди выбросили, потому что письмо запечатанное. Не видно, что его вскрывали. Письмо большое, не вскрывалось. Там, возможно, какие-то документы. Это письмо Мария Петровна тоже понесет сама. А между тем, недовольных работой самых разных отделений накопилось немало. С тем, что письма о начисленных штрафах приходят с серьезным опозданием по вине почты, автолюбители сталкиваются с завидным постоянством. Если письмо с вложенным в него постановлением о задолженности приходит не через 20 дней, а позже, в этом случае водитель все же может рассчитывать на скидку. Если случаи нарушения стали регулярными, то пожаловаться на работу Почты России можно в прокуратуру, Роспотребнадзор и полицию. При этом существуют жесткие правила оказания услуг почтовой связи, за нарушение которых грозит ответственность. В случае с выброшенным письмом и потерей письма Марии Елисеевой налицо нарушение прав неопределенного круга потребителей, услуг почтовой связи. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Угроза сверху. В Рязани начался сезон сосулика. Это значит, что ходить под крышами и не смотреть наверх может быть опасно для жизни. На многоэтажке на улице Есенина, рядом с которой несколько лет назад из-за глобальда погибла женщина, вновь нависла угроза. На опасном месте побывала наша съемочная группа. Это место получило известность после событий 1 марта 2013 года. На пожилую женщину, проходившую рядом с многоэтажкой по улице Есенина в Рязани, с крыши упала глыба льда. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Эта история может повториться. На доме 61-13 появились сосульки. Лед находится прямо над банкоматом. Жители написали в социальной сети в надежде, что проблема решится. Однако единственное, что сделали для безопасности прохожих, огородили банкомат лентой. Ну, боюсь. Как-то ходим. Что-то раз бабушку тут убила, когда-то лет три года, три назад. Я работаю в соседнем доме и как бы за это, да, уже переживаю за зиму, как это все дело будет происходить. Смотреть вверх – это единственное, что остается и жителям улицы Кольная, которые ходят мимо дома 21, корпус 1. Я стараюсь подальше от дома держаться. Нужно сбивать. Но у нас как? У нас пока что-то не случится, да, на кого-то не упадет, у нас никто не думает ни о чем. Надо сшибать сосульки. Это место не огорожено, как и другие опасные участки. Пока коммунальные службы не справляются, единственный способ обезопасить себя – выбирать маршруты, которые проходят подальше от многоэтажек. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Опасность подстерегают прохожих и на нерегулируемых пешеходных переходах. Для снижения травматизма в Министерстве транспорта России разрабатывают новые меры. На этот раз покрытие предлагают приподнять, чтобы водители заранее сбавляли скорость. Что об этом думают рязанцы, расскажем далее. Каждый третий наезд на пешехода происходит на зебре. При этом лишь в половине случаев в трагедии виноват водитель. Для повышения безопасности в Рязани ввели уже несколько инноваций. Одна из них – световое табло с надписью «Внимание, пешеход». Рязанская разработка установлена на трех переходах, однако не проработала и месяца. На Московском шоссе табло вышло из строя и не починено до сих пор. О результативности другой разработки судить сложно. На Первомайском проспекте сделали мерцающую подсветку зебры, однако вечером она сливается с многочисленными огнями. Однако это лишь самые центральные улицы. В спальных районах пешеходов по-прежнему сложно заметить. Вечером с нашими новыми фонарями, которые поставили в городе, пешеходов вообще не видно. Вот в темноте, неожиданно, сейчас зима. Ну, дешевле им проще остановиться самим, чем мне вот это полторы тонны остановить. Для решения проблемы Министерство транспорта России выступило с новой инициативой. Чиновники посоветовали установить приподнятые пешеходные переходы. Рекомендации они влезли в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Рязанцы отнеслись к инициативе по-разному. «Эффективно, конечно. Не каждая машина перепрыгнет через такое препятствие. Поэтому вынуждены будут остановиться, я так думаю». «Лучше освещение сделать на переходах». «Будет эффективно, я так думаю, что будет. Но и со стороны пешеходов тоже нужно внимание, не бросаться под колеса». «И так пробки в городе, а это совсем надо будет останавливаться. Ну, это как-то не очень сильно думают люди». Вопросом безопасности дорожного движения занимаются в разных странах мира. Например, в Китае установили светофор, который поливает людей водой, если они пытаются перебежать на красный сигнал. Нарушения фиксируют датчики движения. Во Франции пошли на социальный эксперимент. Нарушители ждет свист тормозов и фотографии их лиц за секунду до столкновения. Такой урок люди усваивают на всю жизнь. «Умный переход» появился в Лондоне. Всю зону контролируют камеры, которые передают информацию о количестве машин, велосипедистов и пешеходов в нейронную сеть. Та, в свою очередь, рисует зебру. Но только тогда, когда пешеходу действительно ничего не угрожает. В Южной Корее пешеходные переходы и светофоры оборудовали световыми завесами. Когда ехать нельзя, они создают завесу из предупреждающего света. Похожую разработку представили и умельцы из Чернигова. У рязанских водителей есть своя версия, как повысить безопасность на пешеходных переходах. И она намного дешевле. Свет отражающей ленты пешеходов должны вешать. И не идти по пешеходу в телефоне, не ковыряться. Чтобы была расчищена дорога. Возможно, дополнительный какой-то лежачий полицейский. Освещенность. Только освещенность. Больше ничего. И все. И как-то у пассажиров и пешеходов уверены, в моей машине лучше, чем я. Чтобы они еще тоже повнимательнее относились к нам, особенно зимой. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Итогом первых снежных дней стало увеличение числа пациентов в травмпунктах в два раза. Переломы, ушибы, растяжения – вот лишь самые популярные диагнозы. Как их избежать, рассказали врачи. Рекомендации выслушала Дина Исляева. Валентине Григорьевне врач советует снять повязку, чтобы потом было проще разрабатывать руку. У нее типичная для этого времени года травма. Подскользнулась на первом льду 13 ноября и с тех пор ходит с гипсом. Я просто спешила, а к каблуке у меня очень скользкий сапог. Я уже сколько раз в них скользила. А это вот я… Там такой грунт был, в общем, такой… Ну, грязь замерзшая. И где там льдинка какая-то была, я не видела. Я просто вот на нее попал каблуком, поскользнулась у кого. Снег только выпал, и особого гололеда еще не было, а поток пациентов во втором травмпункте уже увеличился в два раза. Основные травмы – это травмы, в первую очередь, опорно-двигательного, опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, ну и, соответственно, верхних конечностей также. Лучи, дистальные метаэпифизарные переломы случаются, и по нижним конечностям наружной лодыжки. Ну, травмы еще и более тяжелые бывают, те, которые требуют уже лечения в стационарах. Основной поток пациентов с травмами – люди пожилые. Им врачи советуют без особой надобности в такую погоду из дома не выходить, а перед прогулкой соблюдать ряд простых правил. Покупайте хорошую обувь, которая не стынет на морозе и не становится скользкой. Во-первых, передвигаться не торопясь, смотреть под ноги, обращаться в ортопедические протезные предприятия, там продаются противоскользящие приспособления, которые одеваются на верхнюю зимнюю обувь. Вот их тут же использовать. А если все же досадного падения избежать не удалось, нужно не терпеть боль, а сразу вызывать скорую, советуют врачи. Кажущиеся безобидными травмы могут привести к тяжелым последствиям. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Как купить то, что доктор прописал, и не нарваться на подделку? Как узнать, правильно ли хранятся препараты, и не истекли у них срок годности? И что делать, если встретили некачественные медицинские препараты? Расскажем в следующем сюжете. Выпей таблетку, и все пройдет. Но прежде чем ее выпить, необходимо удостовериться в качестве. Плановые проверки, проводимые сотрудниками Росздравнадзора, показали, что некачественные лекарства на полках аптек, к сожалению, встречаются. При этом чаще всего это препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний и обезболивающие. Повлиять на качество могут самые разные факторы, среди которых нарушение температурного режима, соблюдение которого строго регламентируется как при транспортировке, так и при хранении в аптечных сетях. Если условия хранения были нарушены, лекарства подлежат обязательной утилизации. В этом году нами выявлено порядка 120 серий 83 торговых наименований именно недоброкачественных. Но это выявлялось не только самостоятельным территориальным органам, но и самими же аптеками. Во время покупки таблеток, инъекций для уколов и других лекарств следует быть особенно внимательным. Во-первых, обратить внимание на лицензию, на фармацевтическую деятельность, которая должна быть у каждой аптеки. При приобретении лекарственного препарата обратите, конечно, внимание на внешнюю упаковку. То есть, естественно, срок годности должен соответствовать, и срок годности не должен заканчиваться. Эти днем, каким вы приобретаете, а именно этот срок годности, должен охватывать весь тот период на время приема этого препарата. Далее, вы можете достать инструкцию о применении. Инструкция о применении должна быть отпечатана типографским способом, сложена правильно. Также не лишним будет провести пальцем по упаковке. И если надпись смажется, то высока вероятность нарваться на подделку. Для того, чтобы снизить риск выхода в широкую продажу фальсифицированных и некачественных лекарств, был разработан проект маркировки. По сути, это информационная система, которая работает пока в шести пилотных регионах. Рязанская область только готовится к ее внедрению. Производители переоборудуются, то есть, соответствующее оборудование технологическое, для того, чтобы наносить матрикс-код на упаковку. И, соответственно, уже идет по всей цепочке дистрибьютора и так далее до конечного потребителя. Аптеки уже закупили онлайн-кассы и сканеры. Но проверить лекарства можно будет и через мобильное приложение. Как говорится, совсем скоро потребители смогут проследить путь товара от конвейера до пункта реализации. Кстати, в Рязани первыми в проект войдут аптека ОКБ и аптечный склад «Рязаньформация». Кроме того, жители по-прежнему могут обратиться в Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств Рязанской области, где совершенно бесплатно проведут проверку тех лекарств, которые вызвали подозрения. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Рязань заняла 43-е место в рейтинге трезвости. По сравнению с прошлым годом регион опустился на 14 пунктов. Рейтинг опубликовали на сайте федерального проекта «Трезвая Россия». Мы стали больше пить или рейтинг составлен некорректно? Узнаете далее. Сотрудники Рязанского областного клинического наркологического диспансера уверяют, что рейтинг трезвости составлен по данным 2017 года и доверять ему не стоит. При составлении рейтинга учитывали число правонарушений, связанных с алкоголем и оборотом самой продукции, а также число умерших от отравления и число больных с диагнозом алкоголя, алкогольной психозы. Вот только сотрудники уверяют, последние два показателя – это данные за 2015 и 2016 года. Андрей Тарасов, заведующий диспансерным отделением, уверяет, что наиболее достоверный показатель для такого рейтинга – это именно алкогольные психозы. И здесь статистика обратная. Диспансерная группа больных хроническим алкоголизмом за 9 месяцев 2018 года сократилась почти на 5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года в Рязанской области на 20% с лишним снизилось число отравнений алкоголем с летальным исходом. А под диспансерное наблюдение лиц с первичным хроническим алкоголизмом взято на 10% меньше, чем за прошлый год. По данным Росстата, Рязань, наоборот, поднялась в списке, а не упала в показателях. Плюсом идет и профилактическая работа самого наркологического диспансера. Это проведение массовых акций, так и лекций для узкой аудитории. В самом здании есть и мотивационный кабинет психологов, в который анонимно может обратиться любой желающий. Сотрудники наркологического диспансера рассказали, что самые частые жалобы на алкогольное отравление поступают именно в праздники, а ближайший и долгожданный – это Новый год. Андрей Тарасов дал несколько советов, как правильно вести себя. Следует помнить, что прием алкоголя даже в самом небольшом количестве может привести вред здоровью. И если уж вы все-таки употребляете спиртное, выпивать нужно, первое, не спеша, не смешивая различные алкогольные напитки между собой и придерживаться так называемому «золотому правилу». То есть употреблять не более одной дозы алкоголя в час. Ну, одна доза, условно говоря, это 180, допустим, миллилитров вина, там, 300 грамм пива или 30 миллилитров каких-то крепких алкогольных напитков. Также следует пить достаточное количество воды, чтобы снизить риск обезвоживания и умеренно есть. Андрей Тарасов напомнил, что все-таки Новый год – это не вечное застолье, а свободное время, которое лучше провести в кругу семьи. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город». Высота – их стихия. Упорнее других ОМОНовцев с альпинистским снаряжением работают бойцы-высотники. На одну из тренировок секретного подразделения побывала наша съемочная группа. Три, два, один, штурм! Цель! Такого штурма не выдержит ни одно пластиковое окно. По словам сотрудников, стекло своей крепости не оправдывает. Это часть упражнения сотрудников ОМОНа, бойцов-высотников. Они незаметно подбираются к окну дома, а затем начинают штурм. Упражнение называется аналогично. И это часть обычной тренировки. Это обычная тренировка. Сделали разминку, проверили все снаряжение, отработали фасадно-штурмовой альпинизм, отработали беспарашютное десантирование. И сейчас отрабатываем горную подготовку. Бойцы-высотники – это точно такие же профессионалы своего дела, как и остальные сотрудники. Специализацию уже дают командиры. Смотрят на психологические и физические качества. Все бойцы проходят, не в зависимости от должности, они проходят курс высотной подготовки. Но вот именно должность бойца-высотника уже включает в себя знания не только азов, спусков, но уже они следят за снаряжением, умеют работать с более сложным альпинистским снаряжением. С альпинистским снаряжением бойцы-высотники тренируются около 6 часов в неделю. Погода и сезон не помеха. Чуть-чуть мешает сильный ветер, да и веревка на холоде немного замерзает и чувствуется по-другому. В остальном все то же самое. Отрабатывалось и упражнение под названием «высадка с вертолета». Для этого бойцы переодевались в маскировочные халаты. По задаче тренировки их высаживают в поле, и дальше они продолжают путь пешком. Бойцы спускались при стройке дома, имитирующийся сам вертолет, и занимали определенную позицию. А после группировались. В группу! Вперед! В такой нелегкой работе сложности есть. Конечно же, это и подвесная система, и работа с напарником. Все должны доверять друг другу, иначе не получится. Здесь нет слов «семья», «друзья» или «похожих». На полигоне и на операции они друг для друга просто напарники, которые общаются позывными. Но только уверенность в себе и в окружающих у них куда больше, чем у хороших друзей. Вероятно, это и позволяет им так четко и грамотно выполнять все необходимое, как на тренировках, так и в бою. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Флорист международного уровня провел в Рязани эксклюзивный мастер-класс. Араик Галстян поделился секретами мастерства и рассказал о новейших тенденциях. В своих букетах и композициях он использовал цветы, у которых еще даже нет названия. Не просто букет, а работа мастера, где каждая деталь – произведение искусства. В руках Араика Галстяна цветы превращаются в затейливые фигуры и композиции. Профессионал международного уровня провел в Рязани эксклюзивный мастер-класс. Он не только основатель цветочного дизайнерского дома, но и школы, филиалы которой находятся в 13 странах мира. И даже журналы о новейших тенденциях. Тяжело было его сюда пригласить, потому что он все эти действия делает в Японии, в Китае, в Барселоне, в Милане. То есть он работает со многими известными домами одежды и представляет их одежду свадебные и не только. Ну, как бы мы его уговорили, он приехал. И попробуем общими усилиями как-то внести красоту в наш город. Мастер такого уровня делится с рязанцами опытом впервые. Встречу организовала цветочная оптовая компания «Крокус». В зале ведущие флористы региона. На сцене цветы, у которых пока даже нет названия. Ведь в своих композициях «Арайк» используют редкие новейшие сорта и необычные сочетания. Когда я узнала, что приезжает «Арайк», я, конечно, была в восторге от того, что для нашего города будет организован такой масштабный показ, потому что я уже была в Москве на показе «Арайка» и знаю какие-то масштабные действительно события. Лично мастер-класс посетил Энри Дентол, голландец и основатель цветочной компании «Дентол». Это крупный мировой бренд, и в России он сотрудничает только с «Крокусом». Я не мог пропустить такое мероприятие, не приехать сюда. Рязань – суперкрасивый город, он мне очень понравился, и я представляю, насколько красивым он будет летом. В зале я встречаю наших клиентов, и у каждого есть какой-то вопрос, просьба, заказ. Цветы из Голландии, Эквадора, Кении, Израиля, Коста-Рики, России и Армении в Рязань привезла компания «Крокус». За шесть лет работы они оптимизировали логистику настолько, что значительно уменьшили итоговую стоимость цветка, а значит, открыли новые возможности для творчества и экспериментов. Например, самые ароматные розы мира приехали из Латинской Америки. Розы стоят очень новые, даже в лучшем месте, если будет правильный уход, если будет правильный подрез, если будет удалить зеленые листья. А Райк поделился секретами мастерства и отметил, что флорист должен работать цветами, а не декором. Ведь главное – показать красоту растения, которая собрана в уникальный букет. Поэтому какой материал выбрать – фиолетовые розы или сухостой – зависит только от фантазии и мастерства флориста. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Контактный зоопарк, где можно увидеть самых разных животных, работает в торговом центре М5МОЛ. Сахарные посумы, змеи, ящерицы, попугаи, еноты, гигантская черепаха и еще много всего интересного. С экзотическими животными познакомилась Мария Рыдая. Настоящий животный мир на первом этаже в торговом центре М5МОЛ. В Рязань вновь приехал уникальный контактный зоопарк. Невероятно общительные еноты, шиншиллы, обезьяна, гигантская черепаха, хамелеон, бабочки и говорящий попугай. Это Рита, девочка, попугай, полгородно называется. Интересно тем, что самцы у них зеленого цвета, а эта самка, она видите, красного и синего цвета. Кстати, у нас она разговаривает, знают слов 30-40. Невероятно милые кролики, морские свинки и дегу. Все животные дружелюбны, их можно погладить и покормить. Да, брундуклипы, это из семейства беличьих. Достаточно миленький зверек, но, кстати, они дружно не живут. Такие зверьки могут съесть своего собрата. На зиму запасы до 10 килограмм они могут запасать. Давайте сделаем мостик. Вот так вот, чуть руку обратно положите. И сейчас она побежит к себе домой. Сотрудники контактного зоопарка проводят увлекательные экскурсии для детей и взрослых. Здесь также можно познакомиться, например, с сурикатом Себастьяном и даже увидеть, как его кормят. А вот это африканская лягушка-водонос, которую еще называют бык. Узика у нее очень большая, воду копит, можно пить и воду потом из нее. И погаишь, и вода льется, и можно пить. Но она кусается острые зубы, мощные челюсти и питается у нас мышками. Покормить сама, увидеть сову с плюшку, тигрового питона, альбиноса и скорпиона можно здесь же. Скорпионы эти, в принципе, они не ядовитые. Яд здесь очень слабый. Слаб же, чем у наших пчел или оста. То есть, если она ужалит, ничего страшного не произойдет. А боятся всех скорпионов чисто из-за того, что есть опасные виды. Настя Кирпичикова пришла в контактный зоопарк с папой Дмитрием. Девочка призналась, что очень любит животных. Дома у нее живут коты. А здесь она покормила большую черепаху по имени Малыш. А что тебе понравилось? Расскажи, пожалуйста. Кролики. Еноты. А что, что, его понравилось? Да. Хотели посмотреть енотов. Зашли, понравилось. Здесь очень интересно. Очень. Контактный зоопарк работает в торговом центре М5 Мол ежедневно с 11 до 19 часов. Вход номер 3. Заказ групповых экскурсий по телефону 8 905 058 33 86. Мария Рудая, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Телефон 27-55-55.